привет на манеже все те же это канал хвостатое счастье и мы его ведущие галина и сергей волковы и еще пара пара лысиков да друзья у нас сегодня подкаст как обычно за рулем но он сегодня не обычный в том плане что во первых мы как таковой темы и от корней макарьёкорны никакой не планировали не выбирали что будет какая-то определенная тема это первое второе мы ездили встречать вот этих вот двух товарищей на железнодорожном вокзале к нам они приехали из туапсе два вот этих лысых товарища ну подруга и товарищ как бы мальчик и девочка ну и плюсом еще я не знаю по можно сказать по просьбам макарьёк по просьбам по многочисленным наших зрителей так уж получилось что этот подкаст будет мало того что слушательным он еще и смотрибельным будет какой-то веке мы куда-то выдвинулись днем у нас в основном мы всегда освобождаемся вечером а уже темно вечером поэтому плохо видно и нам пишут в комментариях да боже мой да сколько можно смотреть темноту пожалуйста включите свет я хочу просто еще раз напомнить сказать что когда едешь на машине и на улице темно если включаешь свет салонный в машине то дорогу не видно вообще то есть ни дорогу не видно ни по бокам не видно какие-то маневры перестроения можно у вас может быть шанс увидеть последние наши кадры вот поэтому мы записываем именно подкасты когда мы вот так вот двигаемся мы записываем именно подкасты в том плане что можно в основном не смотреть а слушать нас поэтому и называется подкаст вот но это так отступление подкаст переводе означает звук кино аудио дорожка не смотрите нас а просто слушайте разговоры за рулем вот поэтому не ну можно и смотреть когда есть что посмотреть да я пытаюсь маневрировать по екатеринбургу но в основном да то есть мы планируем что мы будем размещать вот не видео а именно звуковую дорожку наших подкастов на других площадках вообще есть очень много площадок именно для подкастов именно для аудио файлов там нет изображения там просто идет звук и он удобен тем что его включаешь и телефон ставишь на ну как бы спящий режим то есть экран выключен и можно заниматься какими-то своими делами тебе там через наушники или по громкой связи то есть рассказывает а наши слушать наши жужжание да 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 вот вообще за рубежом вот в америке допустим подкасты очень популярны там 30 процентов населения сидят на подкастах и в россии пока это только набирает обороты но как пока только набирает обороты она только-только начинается ну как только начну она есть давно не будет ни в таком да не в таком большом количестве и поэтому основные конечно площадки это apple подкаст spotify они как бы в россии конечно там можно размещаться но с россией они не дружат пока по крайней мере а вообще вот эти площадки они предлагают еще и ищут рекламодателей то есть подкасте можно разместить рекламу и в принципе она как бы ну такая значимая вообще к нам у нас было несколько раз по поводу обращались по поводу рекламы спрашивали сколько стоит реклама я кстати хотел тоже ответить на этот вопрос ну и вот с галиной как бы не хотели бы вот зарабатывать честно говоря на рекламе в том плане что во первых реклама это рекомендация то есть рекомендация от нас какого-либо товара а как мы можем рекомендовать какой-то товар если мы им не пользовались да да совесть не позволяет рекомендовать порекомендовать что-то не зная что потому что вдруг это будет ну откровенная гэда люди поверят нам потратят свои средства а потом окажется что-то пустышка совесть не позволяет просто вот а для того чтобы как сказать проверить до качество кормов потому что в основном с кормами к нам обращаются для этого надо брать этот корм и несколько месяцев кормить этим кормом кого-то из питомцев выбрать кого-то и питомцев кормить несколько месяцев смотреть и только после этого и можно какое-то заключение сделать это не факт потому что бывают какие-то последствия от кормежки некачественные ли там какими-то сомнениями да она может выявиться там через полгода например поэтому очень аккуратно к этому подходим к этим вещам и проще вот реально проще отказать но это не только в этом причина еще и сейчас он сереже расскажет вторую причину отказа вообще это называется рекламная интеграция то есть ну как бы взаимодействие рекламная и вот когда делаешь рекламную интеграцию это надо отдельно записывать то есть отдельно составлять какой-то сценарий рекламного ну вот этой рекламной вставки то есть и надо записать надо смонтировать потом и отправить еще и на согласование с рекламодателем ну я имею ввиду что ж ты то едешь что не едешь вот я имею ввиду что не когда просто да там допустим расскажите там что вот на корм такой а когда именно конкретно то есть хорошая реклама которая стоит хороших денег ну что вот вы видите да по телевидению в интернете это та реклама которую тут ставки конкретные вы видите это вот стоит ну как бы требует затрат не только финансовых это требует затрат именно временных работе да вот и у нас как бы не такое большое количество подписчиков то есть за такую рекламу грубо говоря можно там получить там две три тысячи рублей то есть потратить два три часа как минимум времени на на съемку на монтаж на все остальное по итогу так как бы ну несоизмеримые затраты и мы не видим смысла то есть можно было бы заморочиться да когда было бы там у нас миллионная аудитория и стоимость рекламной интеграции было бы там допустим там ну там хотя бы тысяч 50 там 30 ну я не знаю 70 или там 300 допустим да вот поэтому но опять же я говорю то есть в любом случае мы не планируем не хотим рекламировать то что мы не знаем то есть нам бывает вот в дзене пишут что давайте прорекламируйте там какие-то швабры там какие-то моющие средства но если мы этим не пользуемся как мы можем это рекомендовать как можем это советовать опять же да то есть если ну вот по логике вещей я пишу что нам нужно понимать что мы рекламируем отправляют описание блин но нет ни одного описания в котором вы открываешь и читаешь это жуть жучайшая не берите это никогда в жизни естественно все в описании написано красиво гладко и так далее и всякие заключения которые предоставляют продавец естественно они только положительные никто не будет негатив выставлять но мне надо свое мнение составить я предлагаю вы мне пришли этот товар не год хорошо но это будет как бы стоимость рекламы а мне это нафига не это зачем если может быть это во первых я не особо этим буду пользоваться в дальнейшем и либо это мне не понравится зачем этот товар я получу в счет оплаты труда нет так и не пойдет тем более если на эти же деньги можно купить гораздо меньше и то что уже проверены то что мы уже используем то есть они могут выслать ну нам предлагали как бы было такое да что там мы пришлем вам что там три килограмма до вы попробуйте подавать пока покормить вот а потом уже и составите отзыв и вышлите нам ну как бы составил сделайте рекламную интеграцию вот естественно три килограмма ну я не знаю это как даже за 500 рублей это полторы тысячи рублей да вот и они не дадут результата то есть не дадут каких-то не то что даже результатов о каких-то данных то есть на основании а если этот корм еще не сорвет желудок и мне потом надо будет тысяч двадцать в клинике вы выложить для того чтобы вылечить животинку стабилизировать нормализовать состояние то есть естественно вот мы не это самое не готовы на это пойти вот поэтому этому если вы от нас слышите что-то похожее на рекламу это не реклама этот наш опыт реальный нам мы мы не берем рекламу да ну либо младить либо может быть мы когда-нибудь будем делать рекламу но мы будем говорить это реклама и вы не надо это сама покупать и все остальное не используйте в общем не покупайте это реклама мы не знаем как как это действует мы не знаем это надо или нет это полезно или не полезно вот эта реклама нам просто за это заплатили денег обалденный супер корм покупайте все его да но это не рек это это не наше мнение это нам просто сказали сказать за деньги вот такая вот такое отступление вот ничего себе мы там на 10 минут растянули тем вообще у нас еще звучал такой вопрос кто у нас остается в приюте когда мы уезжаем дело в том что мы у нас есть юля вот кто с нами давно он уже знает юлю кто кто недавно с нами приятно думаю вам будет приятно узнать когда мы уезжаем во первых стараемся уезжать ненадолго мы стараемся уезжать так чтобы вернуться в течение дня обратно и при этом мы если мы планируем по-другому и не получается мы же гвоздика вкачать делаем сами и блин это занимает часов 8 времени да и когда мы знаем что нам приходится что нам надо будет куда-то уехать мы встаем пораньше стараемся сделать по максимуму и потом только едем юля у нас занимается часть собак как бы ведем мы часть собак ведет юля то есть она занимается уличными вольер ными товарищами здоровыми за здоровыми и кошкиным домом и кошки вообще юля кошатница у нас но она влюбилась в собак как это благодаря нам общению с нами с нами вот и даже взяла себе питомца через нас поэтому когда мы уезжаем у нас на хозяйстве остается юля она у нас соседка живет буквально в двух шагах от нас через дорогу через дорогу да и вот мы вот сегодня поехали встречать этих двух товарищей у нас поезд было сколько 11 50 ну 12 грубо говоря да вот нам пришел корм то есть обычно мы по понедельникам всегда записываем доставку корма покупаем у нас через оптовую фирму приходит корм с доставкой получается удобно и подешевле и в плане доставки то есть машину не нагружать не надо в этом плане ну как бы комфортно для нас вот июля сегодня корм принимала единственное что конечно она у нас так тоже маленькая хрупкая девушка как глина даже еще меньше меньше там водитель я надеюсь выгрузил сколько там сегодня у нас корма пришло 9 и 9 с учетом того что один мешок порванный иначе 9 и 8 причем там если приходит порванный мешок от него можно отказаться вот сегодня водитель сразу предупредил что видимо выгружал там доставка не только к нам то есть он ведет везет по нескольким точкам на направлении да в одном направлении видимо увидел что один мешок порванный сказал сразу по телефону предупредил что один мешок будет порванный скорее всего будет возврат вот поэтому он выгрузил сейчас мы приедем и вам порадуемся порадуемся покажем вам обязательно да в общем хочу сказать огромное огромное спасибо вам за помощь в покупке корма это это просто супер потому что мы мы когда вот честно говоря мы когда начинали до заниматься собачками кошечками приютом то есть мы не думали и не гадали что мы когда-то будем какими-то блогеры не думали что соцсети будут помогать нам содержание животных содержание приюта вообще никак не планировали но это просто вот я не знаю как сказать повезло что ли что все-таки мы поняли что единственная возможность как-то содержать приют это помощь людей через соцсети причем эта помощь выражается выражается не финансах не то что люди отправляют нам деньги не только в этом не только в этом но и возможность монетизации как уже галя говорила то есть любая соцсеть она как-то даже не напрямую даже косвенно она дает возможность монетизации если в соцсети нет монетизации есть возможность в этой социальной сети перенаправить людей на ту соцсеть где монетизация есть поэтому даже если там ничего не платят за просмотры всегда можно позвать людей приходите посмотрите там где есть тот тот ну там рекламные какие-то вставки рекламные паузы или еще что-то ох ты перестраивается так внезапно я даже не ожидал на это и рассчитано но это да он даже спасибо не сказал вообще такие водители попадаются некоторых пускаешь перед собой и они как бы это как так и должно быть вот а некоторые это самое благодарить начинают еще не перестроившиеся и машут и руками и головой да и и аварийкой мигают и ногами топают и глазами моргают всяко бывает но это видимо тоже от воспитания зависит вот так что такая вот тема я говорю что очень очень рад что у нас получилось именно создать такое вот такую семью такое сообщество и мы очень благодарны людям что вы с нами очень благодарны что вы нас смотрите и нам приятно вообще до безумия приятно что вам интересно смотреть как это все у нас происходит вообще для меня было большой неожиданностью что кому-то будет интересна наша жизнь жизнь на жизнь нашего приюта и вот такая приятная неожиданность когда люди стали смотреть люди пишут и очень приятно когда вот мы на той неделе у нас не получилось выйти в прямой эфир в пятницу как мы обычно делаем люди потеряли нас описали спать не могу сердце болит что у вас случилось почему вы не вышли в прямой эфир наверное что-то черкесу чудил и так далее и тому подобное это правда приятно что люди переживают стали все одной большой семьей да ну значит мы делаем то что людям близко по духу да скорее всего и самое что интересно я уже говорил об этом в других выпусках что люди нас воспринимают что мы как будто бы живем вот через дорогу то есть как будто мы до в одном городе как будто мы рядом то есть этого тоже так приятно в том плане что самое главное ну вот я считаю у блогеров это вот это доверительное отношение между подписчиком и блогером если люди доверяют если люди воспринимают тебя действительно как это как как вот знакомого с которым ты просто сидишь на друг напротив друга это это просто круто это это высший пилотаж можно так сказать так что вот кстати вот у нас чем еще лучше как стать не лучше а чем вот все старость у меня наступает чем удобнее записывать подкасты по сравнению с прямыми эфирами со стримом стрим до классная штука в том плане что можно получать обратную связь сразу то есть люди могут писать комментарии в чате может могут задавать вопросы и мы можем на них отвечать вот подкаст записывается заранее его можно как бы и подправить вроде бы и все остальное но вот мы столкнулись с проблемой поехали встречать котеек в аэропорт и там просто не было возможности технической записать провести стрим планировали что мы там выйдем в прямой эфир там проведем его частично потом обратно пока поедем пока будет связь продолжать вести но просто видимо глушат я так понимаю не дают да и получается объект да и получается что прямой эфир выйти не получается да а вот подкаст можно было бы записать вот но мы в тот день были умотаны или мы записали подкаст я даже не помню если честно вот уже сама уже у нас старость да у нас не то что старость нет это у нас получается норма такая нет мы записывали подкаст в том плане что я бы уснул если бы мы подкаст не записывали по моему записывали ну значит записывал вот поэтому в этом плане вот подкаст еще и удобно ну и плюсом то что все равно создание ролика создание съемка видео это занимает тоже ну плюс монтаж и сам это занимает какое-то время тоже какие-то но не просто так не как сходить воды попить а подкаст можно записать гораздо проще то есть поставил телефон включил и записываешь разговариваешь как бы гораздо гораздо проще генерировать этим по затратам временным трудовым по трудовым затратам гораздо проще вот ну и плюсом игры то что идет хороший опыт то есть вам нравится это тоже мотивирует то есть никто не будет делать то что не нравится другим вот но если только человек конечно не сада мазохист такая вот не то что сада мазохиста просто работа ради работы тоже бывает такое ну да возможно вот кстати чё у нас с этими котейками то расскажи и которых мы встречали как там дела у нас прилетели две кошки кошка одна взрослая и и она прилетела к нам как спинальница то есть что она не ходит она ползает когда мы ее встретили дома я размещала я поняла что она она ходит на полусогнутых она ходит вот единственная да с нее подтекает моча она вся мокрая была памперси там под подобрела у нее мы свозили в клинику ее повезли взяла ее с собой в клинику вторая расскажу потом результаты обследования значит мы ее не на назвали вторая кошечка это котенок мелкий наверное месяца полтора-два вот так вот где-то значит она изначально было сказано что у нее перелом лапы задней вот мы ее назвали лариска то есть она к нам прилетела на операцию дагестане там не оперируют таких значит в клинике сделали снимки рентгеновские и показали нашему ортопеду и то и другое значит по лариске да там перелом бедра застарелый у нее получается начало уже образовываться начала костная мозоль и для того чтобы сделать операцию вернее во время операции нужно будет зачищать это все спиливать эту костную мозоль складывать косточки как-то фиксировать там либо пластины либо аппаратом внешней фиксации и снова это все сращивать но вот как мы разговаривали уже не с одним а с несколькими хирургами такие операции делаются но не факт что костная ткань после такого вмешательства будет нарастать снова так же хорошо можно просто навредить можно сделать хуже чем было поэтому пока мы ее не оперирую кстати сказать она скачет на всех четырех лапах как коняшка и ничто не останавливает и она не замечает что это что-то сломано то есть реально там срастается и срастается видимо ну относительно нормально вот пол это по лариске по котенку о кошечке пони не по рентгену показал рентген перелом сейчас посмотрю левой подвздошной кости то есть это перелом таза он тоже застарелый срастается и кроме того если кости в лапах они трубчатые и их как бы ну они более крепкие да но пусть и таза они плоские и совмещать их и собирать их надо вот буквально в первые сутки после травмы все остальное уже очень очень сложно делать поэтому тоже оставили вопрос на сращивание так то есть открытый вопрос ее не будут у нас оперируют ну мы помимо того что их возили еще и отвозили да мы еще дико в этот же день мы отвезли вася который у нас слысь вы слышали шали он с лапкой он серенький он это ходит шалун он у нас вот а вася у нас слысь вы значит он спинальник но спинальник ходячий вот его в свое время укусил кто-то из диких зверей за на заднюю часть туловища да там была рана как рассказывают кормилицы ранку они залечили но вот он он ходит но не контролирует туалет совсем то есть с него льется и сыпется значит я все эти все это время сколько у меня на нас находился мы его бужировали отводили мочу принудительно и он был сухой в этом плане ну а какахи значит они да с него вываливаются но мы подобрали корм и в принципе они были оформлены то есть он выпал и выпало то есть перешагнул и дальше пошел не страдал от этого особо вот а тут то есть вечером все было нормально а с утра я не смогла у него отвезти мочу и это говорило о том что у него острая задержка мочи то есть мочевой я ощущаю он полный а отвезти отжать не могу и кот при этом орет дурниной значит вот мы его тоже отвезли по УЗИ у него мочекаменная болезнь то есть мочевой пузырь заполнен песком сейчас он находится под наблюдением в клинике там промывают мочевой значит дают препараты и смотрим на динамики если врач просто которая нас принимала она ушла на два выходных вот завтра она выйдет на работу посмотрит по УЗИ насколько эффективно лечение и если оно не эффективно то тогда кота придется оперировать делать ему ревизию мочевого пузыря то есть промывать его разрезать промывать его и возможно делать уретростомию все? Рассказала? понятно Галя пока рассказывала там что-то еще делает отколупываю тут отколупываешь грязь да кстати вот эти два товарища которые приехали у них нет имени то есть не знаем как назвать поэтому можете в комментариях написать ваши варианты предлагайте да как их назвать необычно и красиво да да Миндисабаль может быть? нет ну что уж ты прямо ну Галя отмела сразу мой вариант Миндисабаль вот вообще мы в свое время да когда у нас закончились закончилась фантазия по поводу имен когда уже все тузики и шарики были в каждом вольере да мы стали называть собачек и кошечек по именам главных героев сериала в которых мы смотрели в тот момент вот то есть там у нас я не помню даже кто был но кого у нас только не было а о чем мы смотрели не помню все смотрели все смотрели в общем потом как-то мы отошли от этой практики вот и уже стали просто изгаляться как ну в основном некоторые собачки кошечки нам приезжают уже с именами вот допустим Бонни у нас аж 6 штук да да вот и поэтому ну мы стали как бы добавлять к ним ну какие-то характерные характеристики что ли так скажем то есть у нас Дина лапка Дина бабка вот но на самом деле это очень так это проблемно в плане пристроя да потому что человек звонит и говорит я по Дине и ты начинаешь соображать по какой Дине человек звонит задаешь вопросы а ну это хорошо что люди вообще имя знают потому что как правило звонят и говорят здравствуйте я по собаке я говорю по какой они говорят по маленькой ну вот прям легче не стало ну начинаешь ну начинаешь я говорит маленькая собака по мне по тебе я думаю золотой ну такое собака у мамы хорошая пока шли кстати успел наделать кучу в переходе в переходе между платформами вот надо кстати на будущее брать с собой салфетки и мешки потому что на казусы да потому что могут как бы это ну неприятно надо всегда выбирать единственное что конечно бывает в этом в переноске кто-то передвигается но если вот планируем что будет идти пешком то надо брать с собой инструменты для удаления продуктов жизнедеятельности это по любому как то мы с тобой вот этот момент упустили ну потому что в основном в переносках встречали всегда ну не всегда ну да в переносках тоже бывало не выспались мы сегодня как обычно хотя вроде и спать легли в 11 или в 12 12 или спать но в 5 встали поэтому поэтому иногда мы зеваем едем пугаем встречный поток ветра открытым ртом вот так вот вот 16 числа кстати у нас приезжает Юля Бабкина ветеринар которая если вы хотите задать ей какие-то вопросы не ну у нас просто может до 16 не выйти этот подкаст кстати о птичках не понял до 16 ноября этот подкаст может не выйти можем не выложить не успеть почему почему по кочану а если он не выйдет если мы не успеем мы можем в декабре следующий раз в декабре либо в январе когда к нам Юля приедет да задавайте вопросы чтобы мы могли спросить у профессионала ваши вопросы задать ей вы послушаете и потом услышите ответ на свой вопрос ну вообще на самом деле я бы вот не рекомендовал задавать вопросы именно по ветеринарии потому что не ну почему потому что все индивидуально я согласна имеется ты имеешь ввиду не ставить диагнозы да 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 не ставить диагнозы не назначать лечение Юле можно вопросы задать такого характера что какие у вас там были интересные там случаи там или самый необычный там пациент что-нибудь такое вот знаете или там мнение по поводу может быть личное мнение по поводу там чего-нибудь препарата какого-нибудь то есть не рекомендации да как специалисты а вообще необходимо если у вас проблема у питомца какая-либо по здоровью то надо лично идти и ну в клинику потому что если какие-то проблемы со здоровьем в любом случае чтобы поставить правильный диагноз нужно смотреть не просто симптомы болезни а нужно смотреть полностью все какие анализы какое состояние крови какие там показатели допустим по лейкоцитам по эритроцитам я не знаю там по всяким вариантам то есть при необходимости сделать узи внутренних органов или еще чего-то потому что бывает вроде бы как не взаимосвязанные вытекающие вещи это знаете как вот в сериале там доктор хаус там у человека потеря сознания из-за того что у него там неправильно вырабатывался желудочный сок то есть вообще то есть он выпил чашку кофе там с какой-то корицей а у него в итоге отпала нога то есть вообще казалось бы несовместимые вещи а если так было что ли ну я так к примеру говорю что себе от кофе нога отпала ничего у тебя примеры Сережа ну я так образно выражаюсь у тебя сильно хорошо с фантазией а у меня вообще все нормально когда ты спишь по 5 часов когда я сплю по 5 часов у меня фантазия просто фантазируется вот поэтому в любом случае чтобы составить правильно диагноз необходимо посещение ветеринарной клиники не просто чтобы вы пришли и вам поставили градусник не вам лично а питомцу да градусник а чтобы была полная картина организма что в организме происходит какие изменения и уже непосредственно из-за этого так скажем плясать потому что у нас когда мы только начинали заниматься вот этой жизнью ну приютом у нас еще тогда лорка она даже нет не лорка бося да наша лабрадорша она родила помет щенков их было что-то в помете по моему шесть или восемь щенков вот но в связи с тем что у нас приехала тогда тоже приехал щенок с улицы подобрали кто-то нам привез его вот он с ним приехал и энтерит вообще коварная болезнь очень такая нехорошая практически практически 80 процентов летального исхода при заболевании очень плохо лечится но она лечится но там дело в том что все зависит от иммунитета щенка если говорить про вирусные заболевания у собак то 90 процентов успеха зависит от иммунитета от самого организма то есть люди ветеринары нет нет лекарства от вирусной болезни да то есть поставил там укол или дал таблетку и все и вирус умер и животинка выздоровела такого нет к сожалению да и у людей такого тоже нет и получается лечится симптоматика то есть мы просто помогаем организму бороться с вирусами и здесь все зависит от именно организма успеха успех вернее этой этого мероприятия этого лечения зависит от этого кто-то выздоравливает лечится одинаково да кто-то выздоравливает а кто-то погибает то есть ну не справился организм и это не говорит о том что лечили неправильно совсем вот и вот у нас эти щенки этот помет заразился заболел энтеритом мы полетели в клинику прилетели и ветеринар ну тоже это было в нашей клинике на данный момент эта девушка уже в нашей клинике не работает она открыла свой ветеринарный кабинет вот она что сделала она давай ставить всем в попу градусник всем щенкам то есть вот эти все восемь щенков там она померила температуру сделала заключение что у них энтерит назначила им капельницы из лекарств я не помню там что-то тоже назначила ну как бы вообще просто вывод сделала что извините у вас энтерит возможно выживут выживут возможно нет вот и посчитала как прием восьми собак то есть каждый один прием одной собаки 400 рублей да мы зашли 4х8 32 3200 рублей тетя заработала как скуста вообще вот то что она поставила в попу градусник хотя когда градусник она ставила я говорю вы ну как бы сомневаетесь что у них энтерит вы сейчас градусник поставите и сможете сделать стопроцентно этот самый диагноз что болеет не болеет она говорит да нет и так видно я говорю а зачем тогда градусник ну я же должна что-то сделать вот ну мы тогда конечно возмутились к главврачу Каля сходила пожаловалась нам это дело все пересчитали вообще в клиниках надо всегда смотреть что вам выставляют какие счета потому что некоторые клиники причем это не говорит что это вот клиника дорогая и там все честно нет бывает так что даже в дорогой клинике там все равно работают люди да ну человеческий фактор человеческий фактор то есть у нас было такое что нам в одной клинике по дням там было расписано количество уколов то есть сколько там уколов было поставлено собачке ой я не помню 60 с чем-то 60 шприцов было посчитано я говорю это ж вы куда бедному 60 то уколов поставили а там нолик дорисовался случайно так даже и 6 это было много за сутки вот нет 6 это нормально 6 это нормально ну в общем надо смотреть потому что могут посчитать какой-нибудь дорогостоящий шампунь который не применяли могут открыть корм попробовать покормить и тут же пишут в состоянии здоровья от еды отказался да и потом ну я понимаю что если вы открыли и корм не съеден то его должны по идее отдать вместе с собакой когда вы ее забираете да но если вам его не отдают то естественно этот корм остается там а если он стоит там две с половиной тысячи рублей этот мешок то это ну они могут его просто повторно кому-нибудь потом также включить в счет вот поэтому всегда проверяйте задавайте вопросы это ваши деньги это ваше право если вам вашему питомцу написано что провели какую-то манипуляцию там узи снимок рентгеновский просите результаты да обязаны дать поэтому в этом плане даже если вы в этом ничего не понимаете сделайте вид что вы все знаете попросите все равно по крайней мере вы будете уверены что это действительно проведено и вы сможете показать какому-то другому врачу там не надо будет повторно делать да поэтому тут вообще как говорит галина ходят не в клинику а ходят к определенному ветеринару всегда даже мы несмотря на то что вот у нас у нас уже знают в клинике да то есть мы когда идем в нашу клинику мы всегда стараемся попасть к одному и тому же ветеринару ну у нас есть там допустим мы знаем что допустим Николай Сергеевич он хороший ортопед ну у него есть какой-то свой потолок свой какой-то уровень ортопедии вот выше которого он не берется за работу да по крайней мере он об этом честно говорит есть же врачи которые скажут да 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 я знаю я умею а сам у самого в руках не бывало что как говорится вот ну чем мне нравится наша клиника то что у них корон на головах нет они честно говорят о том что я этого не делал либо я это делать буду там второй раз в жизни поэтому имейте это в виду может быть вы пойдете кому-то более опытному это это уровень доверия уровень честности определенный вообще у нас даже я бы сказал они бывают иногда перестраховываются наши ветеринары не все конечно вот но есть часть ветеринаров которые могли бы да что-то как-то попытаться сделать но они не будут делать то есть ну тут уже зависит видимо от характера человека то есть некоторым людям проще отказаться от чего-либо чем попытаться научиться вот вообще показатель хорошей клиники ветеринарной это когда люди стараются не просто оказывать какие-то услуги то есть ходят как на работу и все остальное а когда они пытаются расти профессионально они посещают какие-то конференции они заканчивают какие-то курсы осваивают какие-то новые методики общаются с коллегами то есть вот это показатель что эта клиника действительно растет и это действительно интересно а если просто ветеринары открывают клинику и лечат как в институте научили так и лечат да даже не лечат а просто ездят на вызов по усыплению если такие он научился ставить уколы все он может ставить катетер он может ставить прививку может подстригать когти может максимум кастрировать кабеля все больше ничего не может и носит гордое имя ветеринар вот ну есть такое наверное в поселках скорее всего то есть в крупных городах все равно там есть и медицинские ветеринарные учреждения обучающие какие-то академии институты то есть там все равно есть как сказать откуда кадры брать для клиник вот в деревнях в поселках там ветеринары они у них конечно направление больше по сельхоз животным и возможно что они знают что-нибудь там по коровам там по птице по свиньям по свиньям допустим но по собакам они вообще нулевые по кошкам они тоже нулевые то есть они не могут толком не почистить зубы и не подстричь когти не взять кровь то есть вот это вот хотя носят имя ветеринар у нас делают ограждение это ставят эти отбойники нет не отбойники а как забор звука защиты звукоизоляционный там на въезде уже поставили мы сегодня когда с утра ехали озаботились видимо наши жители города видимо жалуются ну видимо да жалуются на въезде в город у нас ставят короче звукопоглощающий забор у нас по по дороге на въезде в первый уральск вот раньше не было такого сейчас вот решили видимо поставить так что смотрите я конечно не предлагаю вам что прежде чем вы придете в клинику кому-то на прием вы начнете задавать вопросы а где вы учились а что вы заканчивали а какой по какую последнюю конференцию вы прослушали почитайте вопросы в эти отзывы в интернете ну отзывы тоже бывают разные согласно есть отзывы заказные есть такое бывает такое что с питомцем обращаются уже поздно и его просто не спасти даже если бывает такое что даже если вовремя обратиться его тоже можно не спасти и человек обратившийся в клинику будет винить ветеринара да и поэтому тоже может написать отзыв они убили мою собаку такое тоже вполне возможно тут от этого никто не застрахован поэтому надо всегда когда берете езжай вот всегда когда читаете отзывы старайтесь смотреть какой не культурный товарищ даже спасибо не сказал как будто так и должно быть пускай у тебя будет все хорошо на дороге вот я денька ладно поэтому всегда старайтесь не предвзято читать отзывы старайтесь понять кто написал почему почему написали потому что у нас есть допустим ветеринары в нашей даже клинике про которых кто-то говорит я ветеринару не пойду ни за что вот а про другого ветеринара говорят вы знаете такой хороший ветеринар прям вот и послушает и все остальное и в первом случае девушка ветеринар она вот пробует что-то новое осваивает у нее есть конечно какие-то там неудачные моменты да но в целом она нормально работает а второй ветеринар про которого говорят вы знаете хороший ветеринар душевный она просто болтушка она умеет послушать человека посочувствовать ему поддакнуть где надо поддержать беседу улыбнуться похохотать но в случае какой-то серьезной проблемы она скажет да нафиг мне это надо я этим заниматься не буду идите вон туда идите вон сюда и по идее этот человек этот бесполезный вот и я вот к этой ветеринарши ко второй ну вообще никак не хочу идти поэтому бывает то что оно вроде бы как бы на все равно на самом деле диаметрально противоположно так что вот такая вот ситуация все мы до дома едем прямо до никуда не сворачивая никуда не надо сегодня сегодня у нас понедельник у нас местными в этот раз даже не попали на почту на сегодня понедельник и посылки мы естественно не получим почта наверно нам прогулы поставит сегодня завтра да скажет что же вы так забыли то про нас а вообще у нас самое что интересное получается почти середина ноября последний день ну последний деньки осени должен лежать вовсю снежный покров а у нас снега то в городе нет вообще если в билибае еще где-то местами есть снег лежит не успел растаять не успел растаять то в пероуральске это снега в Екатеринбурге тоже так со снегом тяжело а ты помнишь как было в прошлом году году в прошлом году не помню но я хорошо помню как было в пятнадцатом году когда мы переехали в билибайже первая наша зима там в середине ноября было минус 38 я даже не помню эту а я помню я была тогда в шоке я говорю боже мой что же будет в январе и феврале если в середине ноября минус 38 была очень холодная зима снег был да снег естественно был да и как было там в январе и феврале тоже было холодно была очень холодная зима но потом было очень жаркое лето вот так вот запомнился гали такой вот момент потому что это реально за рамки выходящие у нас кстати хотел хочу вам еще рассказать возможно вы знаете возможно не знаете у нас мы когда стали заниматься приютом не так что мы сразу решили все строим вольеры ставим вагончики набираем спинальников нет у нас получилось что мы взяли сначала одну собачку с щенками щенков пристроили мамашки осталась куратор потерялась вот потом пока общались зоозащитниками взяли еще кого-то там на передержку вот но в итоге мы сняли дом здесь перуральский в частном секторе причем галина работала я работал то есть у нас была работа основная было 60 животных у нас где-то около 60 может быть чуть больше может быть чуть меньше при этом мы еще умудрялись работать в садике сторожами мы спали за деньги при этом галя работала ну грубо говоря почетным дням я работал по нечетным дням то есть мы каждый каждую ночь уезжали в садик для того чтобы можно было там поспать чтобы нам за это начистили зарплату то есть в принципе у нас выходило так что мы могли ну как бы мы работали зарплату получали за деньги спали в садике вот и могли не заниматься приютом но при этом мы занимались я поэтому всегда не так вызывают улыбку когда кто-то пишет у меня 20 животных я не справляюсь блин у нас было 60 животных мы работали на двух работах да при этом мы два раза в день гуляли варили кашу по две кастрюли там 20 литровые же по две кастрюли то есть умудрялись там и мясо нарубить и крупу купить и корма привести съездить купить то есть умудрялись даже тогда ездить летом мы выезжали даже с галей ну я не помню то есть с детьми на природу то есть там помнишь с вова это нет это было до этого до этого да было то есть не ездить до выезжать уже не получать выезжать уже не получалось но как-то у меня все так перемешалось в кучу кони люди вот но в общем в принципе с 60 животными два человека работающих справлялись поэтому для меня вот это вот как так 20 животных и кто-то не может справиться вот единственное что в то время было гораздо гораздо проще с помощью людей от людей не было такого вот этого финансового кризиса была более стабильная экономическая ситуация стране и как бы люди помощи было гораздо гораздо больше конечно вот сейчас с каждым годом эта помощь она меньше становится на единство что дает какая-то какая-то помощь поступает вот за счет вот этой монетизации так вот и у нас получается мы жили в этом доме в частном хозяин находился местах заключения хозяйка дом у нее был рядом такой коттедж 3 замочек замочек да вот а хозяин сидел причем он такой довольно таки известная личность нашем городе нашем городе до такой скандальный дядька он уже сейчас умер вот не будем как говорится о покойниках либо хорошо либо ничего вот но вот он хозяйка чтобы дабы выжить дабы было чем заправить свою bmw x3 она сдавала вот этот участок который был рядом с ее домом чтобы нам да ну и как бы она нас терпела в принципе мы всегда во время платили шума от нас особого не было единственное у нас по другую сторону от забора был участок одного из бывших как сказать то управленцев города до с администрации да и того мы бесили вообще жестко жестко просто вот он он жив здоров про него можно сказать человек какашка он просто причем я не представляю как он работал в администрации потому что он был не сдержанный что он что его супруга большинство такие поэтому работают нормально да я думаю да мне кажется что должны быть более это самовыдержанные люди даже там же всегда на стрессе всегда как как они пилят бюджет если на стрессе всегда всегда на стрессе перед бюджет так легче работать вот ну вот он свое время был председателем комитета управления по имуществу то есть взятки отката это все нормально у него тоже такой хорошие домишко конечно не трехэтажный но он так хорошо заработал денежек построил дом создал несколько до или одна у него управляющая была на тот момент одна одна управляющая компания то есть в принципе как бы это не грустил парень если что в жизни было его удручало это наличие по соседству таких соседей как мы и волков да и вот он а там получаются участки такие узенькие и они вытянутые вот естественно если дом участок по ширине сколько нам метров 15 наверно вот а дом 9 метров то грубо говоря там с одной стороны там три метра с другой стороны три метра то есть это все узенько ну и у нас во дворе тоже собачки сидели они же всегда рады когда кто-нибудь где-нибудь приезжает вот приехал вот этот господин чиновник домой наши собачки а сосед же надо же тоже как-то поздороваться он хватает лопату и по забору лопатой по железному причем по своему железному забору который он поставил ну вот парень вообще себя нисколько не берег в общем мы вот так вот всяко с ним веселились с этим господином и когда освободился хозяин этого участка но они были знакомы видимо с этим соседом взяли нас в клещи грубо говоря с одной стороны хозяин с другой стороны чиновник вот хозяин как только освободился нам позвонил сказал ребята у меня к вам вопросов нет вы платите вроде как все вовремя все замечательно супруга человек интеллигентная она 3 года по моему там этом прожили она арендную плату не поднимала я хочу ее поднять сколько вы готовы платить вот мы тогда он нам поднял аренду и мы выплачивали эту аренду ему да вот и получилось так что ты меня перебила я что-то хотел сказать про это и хотел сказать нет в общем этот чиновник в связи с тем что вот мы его заколебали а пришел хозяин он он видимо договориться он не мог да он не мог договориться в связи с тем что ну либо мы ей сильно нравились и устраивали либо еще что-то на это думаю что он к ней не выходил с тем предложением с которым он вышел к хозяину может может он пришел к этому хозяину дома и сказал говорит давай играть я у тебя куплю сколько они тебе платят да давай играть я тебе вы на год возьму не на год на полгода на полгода участок в аренду заплачу тебя сразу за полгода причем как бы дороже да получается не так же так же так же но за полгода сразу выгони их да вот и нам хозяин приглашает тоже говорит сергей вот такая ситуация у меня поступило выгодное предложение если вы сможете он он попросил столько же да только же по-моему да а может и больше даже я не помню если честно честно за полгода точно сразу просто вот то есть если вы это сделаете то я горит с ним дел не имею а вы живете дальше причем а до этого когда вот он только вышел мы с ним встречались и разговаривать сказал что у меня никаких планов нет на этот участок то есть живите спокойно пару лет и мы с ним тогда договорились что если вдруг какие-то планы появятся вы нас предупреждаете хотя бы за полгода да ну как то так да да вот и все и мы в надежде что все хорошо что мы живем дальше занимаемся этими делами копим денежки на покупку участка может быть там присматриваем что-то где-то вот и как бы расстались тогда на той ноте идут нам вызывают нас грубо говоря на ковер я прихожу и нам говорят друзья давайте до вечера ответ либо вы оплачиваете полгода аренды либо вы сваливаете в течение двух месяцев течение двух месяцев и все и все и вот тогда просто руки опустились потому что на шее 60 хвостов в заначке 40 тысяч рублей было это как бы конечно были побольше чем сейчас допустим 40 тысяч да но не настолько то есть нельзя было купить участок за 40 тысяч рублей то есть практически их не было денег вот и нам надо было в течение двух месяцев определиться что и как я пытался то есть вообще мы были просто потеряны это было вообще на тот момент уже не работали официально не серёжа не я и брать какой-то кредит было сложно там тем более суммы были миллион ну грубо такой средний участок стоил примерно в районе миллиона ну вот представьте где взять такие деньги быстро за два месяца сразу вот я тогда галини сказал галя нам нужно каждый день как минимум пытаться посмотреть хотя бы какой-то участок потому что мало того что участок надо купить надо еще подготовить что-то построить чтобы туда заехать и перевести всех животных а собак у нас тогда уже было даже больше 60 то есть где-то около 80 наверное где-то так вот соцсетей тогда у нас не было общение все происходило если что у нас была группа вконтакте да по-моему даже группы не было не рано только начали один был да и по-моему только-только мы начинали в контакте у нас вела наша знакомая хорошая только-только начинали группу в контакте там было меньше тысячи подписчиков всего лишь вот мы еще ничего не знали как бы единство что было вот форм на е1 поможем чем сможем причем на этом форуме были присутствовали как наши хорошие знакомые друзья так и не доброжелатели которые регулярно галину поливали всякой плохой штукой субстанции и сейчас продолжает да вот я говорю гай нам нужно с тобой каждый день пытаться найти какой-то вариант и каждый день нам нужно пытаться найти какой-то вариант по поводу финансов где мы их возьмем потому что кредит не взять хоть хоть иди продавай почку там или глаз или там печень я не знаю что продавать вот обзвонил были конечно знакомые у кого деньги водились вот люди нам отказали у одних только стройка закон как в самом разгаре там закупили материалы денег не было просто вообще никак одна нам женщина просто сказала говорит извините я не верю что у вас что-то получится вот и я вам денег не дам потому что я вам деньги дам вы что-то сделаете у вас не получится и вы потом эти деньги мне не вернете в общем как бы вот так вот было то есть было очень жестко но тем не менее какие-то деньги нам все равно люди посылали да то есть мы но была поддержка дала поддержки от нашей но и но тоже не немного не настолько чтобы приобрести участок да вот и все и мы ездили даже то есть нам приходилось заниматься по хозяйству и приходилось еще и ездить смотреть участки то есть ездили мы друг по другую сторону екатеринбурга направление на тюмень выбрали вроде смотри выбрали вроде участок там и соседей не было то есть мы выбирали так чтобы была дорога была связь интернет недалеко от екатеринбурга чтобы можно было в клинику попасть корм купить вот ну и по деньгам чтобы это стоило конечно незапредельных денег несколько вариантов наметили съездили вот посмотрели в логиново дом вроде бы такой не очень участок большой дом развалюха но с дорогой проблема вот то есть от более-менее нормальной дороги до самого дома там порядка километра то есть по весне это все дело развозюкивает и туда не добраться не доехать кстати после нас через несколько лет одна из зоозащитниц в екатеринбурге в том районе себе дом в том районе купила себе дом и тоже столкнулась с этой продажи нет не только с этой проблемой там несколько проблем у нее было первая проблема которая у нее возникла эта проблема с водой потому что там был колодец и было засушливое лето колодец просто высох а возить воду для собак это ну сложно очень ей тогда пришлось и изыскивать средства на бурение скважины скважину пробурили и проблема была решена проблема с дорогой у нее не решена потому что это сумасшедшие деньги строить дорогу дома то есть там им подарили камаз щебня вот но камаз не доехал до участка это видео было снято на фиг нам там таня и маня подарили камаз щебня но вот он не доехал и вот та вот кучка на горизонте это именно он то есть это максимум который смог доехать сторону нашего дома и высыпал этот щебень там у нас себе сейчас находится вот там вместе что вот ну мы хорошо что мы не взяли не не подписались причем потом в том же районе вроде бы как выбрали участок даже внесли предоплату вот эти 40 тысяч рублей стали искать что-то еще находили здесь недалеко вроде бы как участок но тоже там последний момент почему-то люди отказались и случайно вышли вот на тот участок где мы находимся сейчас то есть там просто предложили то есть говорит хозяин с Успекистана привез двух кобелей ну мальчик и девочку вот Алабаев и не может ими заниматься сейчас его короче депортируют в связи с нарушением паспортно-визового режима его депортировать должны вот и он распродает все хозяйство там бараны овцы куры вот тем что мы собачками занимались нам предложили забрать вот этих двух капелей типа за сколько купите двух собак вот я говорю ну давайте съездим посмотрим мы понимаем что если ну как бы не забрать то могут попасть к разведенцам как обычно мы это делаем мы спасаем от разведения животных договорились съездить с человеком который предложил нам этих собачек я приехал и на заборе прям на воротах большими буквами было написано продаю вот я Галине показал рассказал мы съездили посмотрели причем мы не попали на участок забор такой кривой косой Гале участок изначально не понравился вообще она сказала что соседи кругом из этого да она сказала говорит соседи все плохо вот но огромный плюс был то что это рядом с нами это рядом с нами тем домом который мы арендовали до 10 километров до учитывая что нам приходить нужно было переместить около 80 животных часть имущества там корма лекарства наши вещи какие-то но основном конечно это вот наши питомцы может и их очень много вот и мы стали уже искать то есть договорились мы даже недорого получалось чем там 700 тысяч где-то до 500 тысяч получалось вот но там с учетом всяких еще этих но там он был голый на нем ничего не было надо было строить да то есть надо было еще строить причем на участке не было ни воды не электричество и и вообще никаких строений дом который был до этого там он сгорел вот и место что было это какой-то там заборчик и недоделанный длинный сарай вот ну в связи с тем что время поджимала мы в итоге оставалось что-то недели три наверно до окончания срока больше больше да больше месяца больше месяца оставалось вот в общем мы согласились к тому же нашлась женщина которая согласилась нам помочь с выкупом этого участка дом который мы если аванс столько денег не было вот она этот она как бы насобирала грубо говоря там заняла а тут заняла кредит взяла свои накопления обложила мы договорились что мы выплатим то что она вложит мы ему участок у нее выкупим вот и все и у нас потом следующим этапом пошла эпопея поиска строителей ну нам честно говоря повезло тогда то есть попались нам хорошие рукастые узбеки касты узбеки до которые единым и причем ждать их не пришлось то есть у нас же как правило да то есть если да то есть если узбеки что-то могут как-то работают у них все это дело расписано тем более началось разгар сезона это было август июля июля августа разгар сезона то есть мы с ними договорились они приступили к работе единственное они попросили нам надо было сделать 17 вольеров и сделать теплое помещение для короткошерстных собак вот и они попросили 200000 по моему да тогда не важно по моему 200000 они попросили вот и все и мы опять же мы обратились к женщине упали в ноги нет я же кредиты брала ты брала кредиты я брала два кредита сначала нет нам надо было вначале на материалы то есть они это 200000 работа вот сначала надо было материалы купить доска утеплитель там кровля и так далее это все саморезы вот это все этот мы машины с этим только землю закопали чтобы участок отсыпать это не весь участок а только под вольерами вольерами да и я взяла кредит потребительский а потом когда они все построили денег уже не было из этого кредита нужно было с ними рассчитываться снова обратились к этой женщине она часть денег дала часть денег я взяла второй кредит как раз прошло время карточку то есть там даже просто драконовские были проценты вот в общем друзья смотрите мы сейчас приехали нам надо вернуться в бой если вам эта тема интересна как развивались события дальше как мы переезжали мы расскажем вам в следующем подкасте а на этом мы давайте на сегодня закончим потому что нам куча работы еще сегодня огромное спасибо что нас слушаете нас смотрите не обещаю что также днем это все будет происходить может быть опять будет разговор в темноте за рулем но в любом случае беседы в темную да в любом случае спасибо что вы нас смотрите берегите себя берегите своих питомцев наши хвостатые товарищи вот скоро будет до скоро будет новое видео вот пока ехали тут уболтался болтал вообще памятник кстати не забываем рекомендовать именно скоро будет новый подкаст скоро будет новое видео всем пока 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 давай пакета